Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня глава Карачао-Черкесии Рашид Тимризов провел рабочую встречу с председателем правительства Карачао-Черкесии Асланом Озовым. По итогам вчерашней встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. В ходе которой премьер-министр дал ряд конкретных поручений по вопросам социально-экономического развития нашей республики и повышения бюджетной эффективности. Глава Карачао-Черкесии поручил Аслану Озову организовать работу правительства республики по отработке каждого поручения совместно с федеральными органами власти. Карачао-Черкесия на 100% готова к отопительному сезону. Об этом сообщает сайт главы правительства республики. Подготовка объектов хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период прошла в плановом режиме. По жилищному фонду подготовлено 1211 домов, в тепловом хозяйстве 242 котельных, 800 трансформаторных подстанций, 3000 км водопроводных сетей. Также в республике созданы запасы жидкого топлива в объеме 700 тонн, плюс 300 тонн угля. На случай ЧАЭС на всех предприятиях жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса сформированы и прошли тренировки бригады по устранению и ликвидации аварии. В целом, готовность хозяйственного комплекса Карачао-Черкесии к работе в осенне-зимний период составляет 100%. В Архызе сегодня состоялось торжественное открытие молодежного форума межкультурного диалога, который собрал более полусотни студентов и аспирантов со всей республики. Форум проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной конфессиональной информационной политики». Организовали ее Министерство по делам национальности, массовым коммуникациям и печати республики и Северокавказская гуманитарно-технологическая академия. Подробности в нашем сюжете. Чтобы как можно больше узнать о межнациональном диалоге, участники форума, а это более полусотни представителей молодежного актива со всей Карачао-Черкесии, приняли активное участие в диалоге с экспертами федерального уровня. В ближайшие дни этих ребят ждет очень интенсивная программа – встречи с представителями власти, науки, культуры и спорта, а также тренинги и презентации. Молодежный лагерь межкультурного диалога для студентов нашей республики, в частности для молодежи от 18 до 35 лет. В данном форуме принимают участие студенты республики и наши же ребята, которые учатся за пределами республики. Как мы видим с вами, форум пользуется успехом у молодежи, они готовы принимать участие. Это самая активная часть нашего населения. Цель форума – привлечение молодежи к активной общественной деятельности в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. И в этом им помогут ведущие российские специалисты. Значение такого рода форумов трудно переоценить, потому что это возможность молодежным лидерам пообщаться друг с другом, как бы сверить часы, да, и обсудить очень важные проблемы. Это возможность пообщаться с гостями, с экспертами, которые приезжают, да, именно для того, чтобы в дискуссионной форме тоже обсудить проблемы. Для молодежи это новая дискуссионная площадка, где им предстоит осознать, что во всем многообразии всегда есть единство. Ведь диалог культуры – это прежде всего взаимное обогащение, на котором и должны строиться отношения молодежи разных национальностей. Данный молодежный форум межкультурного диалога имеет огромное значение именно для наших ребят с Корочево-Черкесской республики, потому что мы являемся многонациональной республикой, и этот вопрос всегда был актуальным. Мы здесь сидим и обсуждаем различные вопросы касательно данной тематики. Именно этот форум, по моему мнению, поможет развить какие-то навыки у молодежи для взаимодействия, для дружественной поддержки атмосферы в регионе, в нашей республике. И данный форум поможет не просто сплотить людей, но также поможет развить, по моему мнению, какие-то свои личные навыки. Навыки коммуникации, приобретения новых знакомств, работы в команде. Мы можем пройти обучение, тренинги. Также у нас есть приглашенные спикеры из Москвы и очень насыщенная программа. Молодежный форум межкультурного диалога Архиз-2018 продлится до 1 октября. Кроме основной программы, ребята узнают много нового о проектах, реализуемых в нашем регионе в рамках государственной национальной политики, а также о культуре и традициях народов, населяющих Корочево-Черкесию. Ренат Ибрагимов, Мурат Кемрюгов, Архиз-24. А в Черкесии подвели итоги детской и летней оздоровительной кампании. Вице-премьер республиканского правительства Хазыр Чекуев провел заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на которой были названы точные цифры, сколько детей и как провели это лето в Карачао-Черкесии. Подробнее об этом в сюжете нашего корреспондента Радима Киут. Детский оздоровительный лагерь, пожалуй, самый основательный вариант детского летнего отдыха. Но и подход к нему должен быть соответствующий. Вопросы организации качественного и безопасного отдыха для детей на территории КЧР находятся на особом контроле. Так, во время летнего отдыха на территории республики действовала межведомственная правительственная комиссия, в состав которой входили представители множества министерств и ведомств. До начала летней оздоровительной кампании комиссия в полном составе осуществляла комплексные проверки загородных лагерей, которые изъявили желание участвовать в оздоровительной кампании. После проведения комплексной проверки с участием всех представителей загородных лагерей были проведены итоговые совещания, где членами комиссии были обозначены все замечания, рекомендации, которые необходимо было устранить до начала летней оздоровительной кампании. Этим летом на территории Карачаева-Черкесии было открыто 107 оздоровительных учреждений, где во время каникул отдохнуло более 10 тысяч детей и подростков. Ещё 3500 ребят провели свои каникулы в загородных лагерях, расположенных за территорией КЧР. Особое внимание при организации оздоровительной кампании было уделено детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. У нас в этом году очень положительный, хороший опыт сложился, и мы 57 детей с сопровождающими смогли отправить на отдых. Была организована профильная смена, и была составлена очень хорошая разработана программа с планом мероприятий. Можно сказать, что инициаторами выступали представители Министерства внутренних дел и дети, которые состоят на учёте, комиссия по делам несовершеннолетних, смогли поехать, и для них был организован активный ТОУСУ. Благодаря организованным поездкам многие ребята открыли в себе новые таланты. Например, Ибрагим Бастанов, ученик Центра поддержки одарённых детей талант и успех, прошёл обучение в летней гуманитарно-математической школе, открывшейся этим летом в Тиберде. И кроме новых знаний, приобрёл новых друзей, с которыми продолжит общаться и в будущем. Мальчик ежегодно бывает в этом лагере и уверяет, что в следующем году обязательно вернётся туда вновь. При первой же возможности я ириную сюда, ведь этот лагерь даёт такие впечатления необычные. Если честно сказать, эти действия с ней были насыщеннее, чем в год моей жизни. Этим летом в детских лагерях Карачаева-Черкесии было проведено множество развлекательных мероприятий, туристических поездок, спортивных акций и волонтёрских проектов. Например, участники всероссийской акции «Маяки дружбы» были распределены по регионам в случайном порядке. Но те, кто в воле случая оказался в Архызе, ничуть об этом не пожалели. Детские каникулы на территории Карачаева-Черкесской республики получились яркими, творческими и интересными. Ведь только ведя активный и интересный образ жизни, ребёнок сможет по-настоящему отдохнуть и надолго запомнить это лето. В Карачаево-Черкесской республике с 2011 года отмечается ежегодное увеличение объёмов вводимого жилья, общая площадь которого с 2011 по 2017 год составила больше миллиона квадратных метров. Причём большая часть – это жильё так называемого эконом-класса, рассчитанное в первую очередь на тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Напомним, что по итогам прошлого года Карачаева-Черкесия вошла в топ-пятёрку регионов России по росту ввода жилья. И по утверждению региональных властей, работа над доступностью квадратных метров для населения будет продолжаться и далее. На сегодняшний день и в последние годы у нас, конечно, в республике очень много жилья строится. Элитного жилья, а также и доступного жилья для молодых семей, для малообеспеченных семей. Хотелось бы, конечно, чтобы больше их строилось, но в данное время идёт какой-то баланс строительства элитного жилья и жилья для малообеспеченных семей, молодых семей. При рассмотрении бюджета мы планируем своей фракцией, патриотой России в парламенте, поддержать эту инициативу правительству об улучшении жилищных условий в нашей республике для наших будущих поколений. Последние действия такого бума строительного, наверное, в Карачаево-Черкесии за всю историю не было. Очень много домов строится, это очень хорошо. Единственное, что расстраивает, это цены на недвижимость. Я, честно сказать, не знаю, чем вообще обуставлена такая цена. Наша фракция всегда готова, мы всегда готовы выслушать людей, любые их проблемы, чем можем помочь, мы всегда готовы. Так что мы открыты к диалогу с нашими избирателями, и к нам очень много приходит с жалобами. Вот именно по молодежным программам, по семейным, по жилищным проблемам. И мы с тем поможем, всегда готовы. Предупрежден, значит вооружен. Сегодня российские медики проводят день борьбы с бешенством. Казалось бы, не самое распространенное заболевание, но это только на первый взгляд. От бешенства на нашей планете один человек умирает каждые 9 минут. Вирус, который передается при укусе со слюной зараженного животного, смертелен. Во всем мире отмечено лишь только 9 случаев самоисцеления. Да и то медиками они так и не были подтверждены. Так что единственный способ избежать верной гибели – вовремя сделать укол. Впечатлительным людям и детям наш следующий сюжет лучше пропустить. Бешенство смертельно для всех теплокровных. Заразиться им может кто угодно. От человека до кошки, от крысы до коровы. Причем вирус не делает различия между дикими домашними животными. Заметить первые симптомы бешенства у своего питомца непросто. Но некоторые признаки стоит запомнить. Сперва животное становится очень ласковым. Затем начинает бояться людей и прячется по углам. А уже после этого проявляет немотивированную агрессию. Ему становится трудно глотать и в конце концов появляется обильное слюнотечение. Что называется пена изо рта. Тут уже все сомнения отпадают. Перед нами бешенство. Инкубационный период длится до трех месяцев. Это зависит от того, допустим, если ваша собака встретилась с какой-то другой бешеной. Если та собака укусила вашу в области головы рано, то инкубационный период может быть и две недели. Но если, допустим, она нанесла рану, допустим, на задней ноге или где-то на туловище, подальше от головы, этот вирус продвигается в основном по нервным путям. И вот вирусу нужно чуть дольше дойти до головного мозга и начать там изменения свои дольше. Ну, самое долгое длится три месяца и, может быть, несколько дней. Для человека бешенство тоже смертельно опасно. Инкубационный период длится от десяти дней до четырех месяцев, иногда до года. Но поражение нервных узлов всё равно кончается параличом сердца и органов дыхания. К слову, именно так умер писатель Эдгар По, которого укусила бешеная кошка. Единственный способ сохранить жизнь – инъекция вакцины. Но тут стоит поторопиться и не надеяться на авось, ведь на кону собственная жизнь. Нужно обращаться к медицинским работникам по укусу собаки, чтобы они своевременно приняли меры, сделали уколы, чтобы человек не заболел. Раньше делали 40 уколов в живот. Это, конечно, процедура была очень болезненной. Сейчас уже обходятся тремя уколами в руку. Это уже гораздо легче. Но это стопроцентно предотвращает от заболевания человека бешенство. Не каждый укус бешеного животного заразен. По статистике, инфицированием заканчивается примерно 30% нападений больных собак. Но тут есть тонкость. В лаборатории должны подтвердить – было это конкретное животное носителем инфекции. Для этого исследуется его мозг. На срезе под микроскопом специалисты ищут тельца бабеша-негри – новообразование, которое вирус порождает в нервных клетках. Очень длительно идёт правоподготовка для проведения исследований на бешенство. Потому что это заканчивается проведением люминисценной микроскопии. А там правоподготовка специфическая. Приблизительно в течение полутора суток идёт правоподготовка. Если микроскоп не даёт положительного ответа, в дело идёт суспензия из ткани животного. Ею заражают лабораторных мышей. Этот способ требует больше времени, но он очень надёжен. К слову, конкретно этим мышкам сейчас ничего не грозит. В шприце обычно физраствор. Они, если выживают, мы, значит, исключаем бешенство. Потому что окончательным при исследовании бешенства является биопроба. После инъекции мышей в специальном боксе уносят в отдельную комнату, где в течение месяца они будут находиться под наблюдением медиков. Бывает, что у мышек проявляются признаки бешенства даже в последние дни. То есть, вроде бы месяц заканчивается, они живы и здоровы, а получается и на 29, и на 30, и на 35 день начинается падёж. Потому что мы наблюдаем, как проходит инкубационный период. Если вирус бешенства присутствует, мыши начинают погибать. Отдельно совет хозяевам домашних животных. Не забывайте делать им раз в год специальную прививку. Ведь нет гарантии, что они не подхватят вирус и не заразят им вас или ваших близких. А если вас укусила, скажем, бродячая собака, немедленно бегите к врачу. Даже если признаков бешенства у животного вы не заметили. Лучше перестраховаться, чем заплатить за беспечность жизнью. Ислам Джукаев, Радамир Князев, Архиз-24. Финансовую грамотность в массы. А накануне в медиа-центре телеканал Архиз-24 прошёл бесплатный обучающий семинар по повышению финансовой грамотности населения республики. Опытные преподаватели рассказывали всем желающим о тонкостях и перспективах работы на бирже. Познакомились с различными финансовыми инструментами и дали несколько практических советов, как заработать на своих инвестициях. У нас очень много продуктов, которые дают хороший доход. И мы сейчас конкурируем с банками в принципе. То есть вы знаете, что сейчас банки дают доходность 4-5-6% максимум. Наши услуги, они дают более интересную доходность. И мы можем вам предлагать вклады в апплигации федерального займа, если вы не хотите рисковать, либо получать больший доход, если вы готовы к каким-то рискам. История любого населённого пункта – это целая летопись, которая только и ждёт своего неравнодушного исследователя. Для аула Жако таким исследователем стал Владимир Мамхягов, всю жизнь проработавший там школьным учителем. Он написал о жизни аула целую книгу, основанную на семейной истории, республиканских архивах и рассказах стариков. Моя коллега Радима Киут встретилась с автором и узнала, чьими стараниями история аула Жако вышла в свет. Сложная, но очень важная работа, которую практически в одиночку провёл простой учитель сельской школы. Его книга сумела вместить под своей обложкой практически всю историю аула Жако. Владимир Мамхягов говорит, что писать книгу он не собирался, но накопленный за многие годы материал просто необходимо было выдать в свет. Писать книгу я даже не намеревался, но материал с каждым годом накапливался, ну и думаю, зачем этого материала лежат так просто. Я задумал, напишу книгу по возможности. Если я доживу, сам как-нибудь выпущу. Если не доживу, дети сделают. Ну и книга была готова. Особенно интересна и важна эта книга для подрастающего поколения, которая на её страницах сможет узнать подробную историю своих предков. Кстати, у самого Владимира Газизовича уже подрастают внуки, которые проявляют интерес к истории своего народа. Мой внук, например, в подготовительный класс ходит позавчера или в субботу, я не помню. Пришёл из школы и говорит, нас сегодня повезли, повели в музей. Я видел это, 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 это. Но я ничего о себе не сказал. Говорит, там и твоя фотография. Прежде чем начать работу по составлению истории аула, Владимир Газизович буквально по крупицам собрал весь доступный ему материал, используя воспоминания старожилов и документы республиканского архива, а также материалы из собственного музея, созданного упорным 20-летним трудом. Создавать музей была моя мечта. Моя мечта на это ушло примерно лет 20, наверное, пока собирал материалы. Материалы я старался собирать сначала о ребятах, которые начинали, или о людях, которые начинали эту школу. Но история аула всё ещё полна белых пятен. И Владимир Мамхягов надеется, что молодое поколение продолжит начатую им поисково-исследовательскую работу. Диана Адамокова, узнав, что в любимом музее появилась такая уникальная книга, сразу же взялась за её изучение и была настолько впечатлена ею, что намеревается в ближайшем будущем сама написать книгу о роде Адамоковых. Я хочу написать историю своего рода Адамоковых. Мне это очень интересно. До этого я собирала, у нас даже есть книга про наш род Адамоковых. Там очень много информации, также до войны, до революции. И я также хотела дополнить вот сейчас, вот эти времена, в которых мы проживаем, я хотела бы дополнить эту информацию и написать вторую книгу, продолжение этой книги. «История аула Жако полна как радостных, так и трагических событий, которые никто не вправе забывать, память о которых должна передаваться из поколения в поколение. И эта книга – лучший для этого инструмент. Тем более, что редкий аул на Северном Кавказе может похвастаться столь глубоким и в то же время эмоциональным летописанием». Его любят и старики, и дети. Народный артист Кабардино-Балкарии, Карачао-Черкесии, Адыгеи, Ингушетии, Северной Осетии, Черемнахушев дал сольный концерт в амфизиатре Черкеска. Своё выступление он посвятил Дню черкесского костюма, который, кстати, отмечается именно сегодня, 28 сентября. Душевными песнями артистам многочисленные зрители наслаждались в течение двух часов. Была среди них и моя коллега Нита Дышекова. Народный артист Кабардино-Балкарии Черимнахушев, приезжая в Черкесск, всякий раз считает своим долгом возложить цветы к памятнику ветерану российской политики Назиру Хапсирокову. Он любил творчество Черима и поддерживал все его начинания. «Для меня он был старшим братом, близким, очень близким человеком, наставником моим. Если у меня в этой жизни что-то такое хорошее есть, или я смог чего-то достичь в этой жизни, то я считаю, что это во многом благодаря ему». Творчество Черимнахушева любят не только в Кабардино-Балкарии, но и в Карачаево-Черкесии. Об этом говорит количество зрителей, собравшихся на его концерт в амфитеатре на Зелёном острове. В этот раз Черимнахушев посвятил свой сольник Дню черкесского костюма, который отмечается 28 сентября. «Здесь мы выбираем особенные песни, именно посвященные к этому Дню костюму. Я горд, рад и с гордостью, конечно, выступаю, так как даже обязывает этот костюм». К слову, концерты, посвященные Дню черкесского костюма, Черимнахушев проводит вот уже шестой год, а сольное выступление в Черкесске уже более 20 лет. «Музыка не имеет границ. Искусство Черимнахушева и его творчество практически любят все на Кавказе. Мне кажется, и не только на Кавказе. Я, естественно, как любитель народной музыки, очень люблю слушать его песни, его творчество. Я думаю, это очень важное культурное событие, которое сплочает наши республики». «Очень мечтали попасть на его концерт. Наконец-то это свершилось. Все песни нам нравятся. Отдыхаем, сидим». «Он всегда хорошо поет. Его выступление для нас удовольствие. Я сегодня привезла наших соседских бабушек и маму. Они с удовольствием посмотрят. Он любимчик всей публики нашей». Публика в Черкесске всегда тепло принимает народного артиста. Его одинаково любят как и взрослые, так и дети, для которых нынешний концерт стал настоящим праздником. «Иногда я ему говорю, я, находясь за кулисами, когда вижу восторг зрителей, когда я вижу, что подхватывают твои популярные песни, и с тобой они поют, они на волне. Вот с тобой я по неволе опускаю слезы». Двухчасовая программа пролетела незаметно. Поклонники творчества Чири Монахушева вдоволь насладились душевными песнями о любви, о родине и преданности. Анета Дышекова, Мурат Кочев, Роман Баюра, Архивис 24. И в завершении выпуска важное объявление. В связи с проведением в Карачаво-Черкесии всероссийской тренировки по гражданской обороне, с 1 по 3 октября в регионе пройдут практические мероприятия с возможным передвижением спецавтотехники. Просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Такими, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаем все новости республики на сайте Республиканского информационного агентства Карачаво-Черкесия и на нашем канале Архивис 24. Номер телефона редакции 238940 и код города 8782. Всего доброго и отличных выходных!